Ну что, добрый вечер всем. Расскажу немножко иную историю тут сегодня, потому что сейчас много говорят по технике, по системе. Сейчас это как раз как можно использовать все эти техники, все технологии в решении для одного индустрии. Это коммерческий, там, расскажу, коммерческий проект, который вот сделали. Это как раз вопрос был такой, для чего, для чего так нужно таких сервисов. Один, как бы, для считать, это сколько народ. Сколько народ может быть в какой-то помещении, какой-то магазине, в принципе, для этого можно считать. Сколько денег, в принципе, там привезется в какой-нибудь магазин с учет интеграции, куча данных, куча технологий. Вот, в принципе, в этом плане как бы рассчитать. И мы все как бы там работаем с разными технологиями, и там у каждого гид своего оператора, как гид, как бы там человек, работает вокруг себя куча, как бы там вещь, куча технологий, алгоритмов, данных, которые нужны. И, в принципе, в этом плане растет каждый год больше и больше технологий, больше, как бы, там, произведений, больше сложность в итоге идет на все интеграция. И когда мы смотрим, в принципе, для чего это все это есть, это вот для, в конце концов, для гиков, которые могут все это понимать, все интегрироваться. А когда мы смотрим уже в сторону, как бы, там, наших клиентов, гиков тут мало, люди уже хотят какое-то понятное что-то там получить, и чтобы решать какие-то понятные вопросы, там, сколько денег, сколько там народ. Вот. Поэтому, в принципе, здесь мы работали в том плане, что открываться какой-то системы, решения, как бы, там, даст, как бы, там, финальный пользователь, маркетолог, как бы, люди, которые по развитию, инструменты, которые можно работать в колобасе, спокойно, в принципе, без навыки, никакого инструмента. Вот. Я расскажу тут кратко вот такие вещи потом, чего туда мы ставили, как бы, там, много технологий, которые появились, вот, что интересно, последние, вот, 3-4 года. До этого я, вот, в индустрии, там, ритейль, как бы, и ресурс 10 лет, тогда мы только мечтали о таких вещах, что какие-то технологии, чтобы, там, все онлайн, быстро рассчитать. Когда, вот, все рассчитали, вот, все какие-нибудь, там, из охраны, какие-то, сколько людей вокруг какой-то зоны, мы, там, считали, вот, через аксесс, начало, там, ручной рисовали, там, карты, ручной поехали, там, в городах с GPS, чтобы считать дороги, скорость, какие-то моделизации движений по городу, ну, это ужас, как бы, просто, сколько времени тратили ресурсы для компании. А сейчас уже появились какие-то партнеры, которые здесь сидят, технологии, там, карто, который бывший карто-дебе, который, может быть, некоторые из вас там знают, там, HERE, который тоже, там, вот, разные, как бы, системы постгиз, так далее, так далее, которые позволяют все это намного быстрее организовать все процессы. Вот, и дальше это, технология, это одно, второй кусок, это уже какие-то данные туда мы ссуним. Вот, есть данные, которые открыты, вот, которые, о котором сейчас мы говорим сегодня, а есть данные, там, закрыты, которые платные, как бы, по разным поставщикам, ну, типа, мы указали, вот, HERE.com, там, вот, сегодня тоже. И есть данные, которые, в принципе, нужно создать с нуля. Вот, почему, когда начинали работать, вот, по России, я сам не россиян, мы же поняли по акценту, получил, что очень много данных, которые, вот, мы видели, там, во Франции, там, Германии, там, США, так далее, которые хорошие базы данных по какие-то, там, перепискам и населению, вот, на каждого дома, какие-нибудь, там, точка, все информации по точкам интереса, по какой-то сегментам, ритейл, магазин, так далее. Эти данных просто не было здесь вообще. И пришлось, как бы, все это создать с нуля. Вот, из открытия источники, какие-то, вот, сайт, какие-то, вот, ресурсы, и потом все скомпилировать, там, геоподировать и так далее, и так далее. Вот, поэтому здесь идея, из-за этого сервиса, это, вот, организовать процесс, чтобы все, что можно интегрировать, как данные, технологии, как бы, нужные для финального, как бы, там, пользователя, мы пытаемся, как бы, все агрегироваться. Так что, у нас, как бы, здесь меньше, как степени создатели технологии, а уже больше, как агрегатора, технологии данных, которые чуть-чуть, сами, чуть-чуть, там, берем, как бы, там, в партнер, как бы, в обществе, как бы, и уже ставим, уже готовый продукт. Вот. И мы создали, как бы, вначале, вот, систему для России, вот, потому что здесь работаем, здесь живем и так далее, а потом, когда поняли, что, в принципе, те технологии, которые мы используем, они работают, и те партнеры, как на многих странах мира, запросы у нас по клиентам, по, там, соседних странах, и дальше, и дальше, и дальше. Мы уже думали, что, в принципе, почему, как бы, не строить и дальше, вот. И начали строить, как бы, там, какие-то базы для них, там, по, какие-то пилотные города, начали, там, Киев, как бы, там тут, потом там Алма-Аты, потом еще вот Баку и так далее. Были как бы там запросы, что-то интересное, потом говорят, так, ну и дальше пойдем. Вот, инвестировать как бы свои силы, как бы там построили модель. Разные модели, как бы там, подсчет населения как раз вот на базе, города вот закончили вот где-то весной, в начале лета, вот, Вьетнам, Хо Ши Мин и Ханой, города там, сколько там, миллион жителей каждого из них. И тут подсчет как раз интересная тематика, докладчик до этого, который вот читали все эти квартали, мы это все ручной сделали, как бы там расчетом, сколько людей в каждом доме и так далее. Ну вот, интересненько раз там методики. И вот, ну, типичный клиентский мы работаем на разных отраслей, которые вот. И я хочу показать, потому что тут это все как бы как-то информация как-то есть, а хочу живой показать немножко, как это все выглядит. Потому что, в принципе, в конце концов финальный пользователь, который вот используется, им нужны инструменты, которые, ну, логин, пароль и поехали, в принципе. Знание ГИС, которое здесь, то, что вот Бакен, которые все эти данные, уже как не нужно в том плане, что им нужно в конце концов только какие-то отвечать на вот такие вопросы, так что как вот фулгаризация, в принципе, все эти процессы пойдет в этом смысле, что нужно понимать в конце концов там сколько народу, сколько денег. И по разным сценариям. И здесь, как бы построили вначале самый примитивный, как бы, подсчет. Вот, то, что вот вопрос, в зале-то были недавно. А зачем изохрон? Да, вот как раз-то вот видели такие вещи, что изохрон в том плане здесь, это чтобы построили изохрон, разные вот поставщики, там, разный вот гальтон, сейчас новый, как бы, там, игрок, как бы, в этом плане. И, а нужна изохрон хорошо, а дальше нужна какая-то точка. А ей нужна точка, которая не полигон, нужна точка, которой есть сколько народов из каждого из них. Поэтому всё нужно включиться из разной вещи. Вот по данным, которые здесь по России, по других странам, это там Госкомстата, здесь последний данный, который каждый год обновляем в этих свиданиях. Так что здесь некоторые данные очень интересные по России. Платные, другие это бесплатные. Какой-то регион, допустим, даст бесплатные данные по населению на каждого там, ну, не каждого посёлка, но ПГТ, а других нужно платить и обращение как бы. Зарплаты тоже самое, нужно вот заказать платные как бы такие вещи. Очень интересная как бы там модель. А почему Псков спросит, там, полтора стёжа рублей на данных, а другой регион нужно 200 только. Говорит, а у нас много посёлков, слов говорить. Говорит, ну и чё, а Уфа нет, много посёлков. Ну, в общем, такие интересные данные, которые идут по расшётам. Вот, и в каждом как бы, это уже по субъект федерации всё понятно, какие-то данные, вот все там свои субъекты, а дальше для каждого региона, для каждого подрегиона, если есть районные области, мы тоже построим. Но есть такая фишка в России, что понятно, что в Москве хорошо там. Были там, знаешь, 125 район, сейчас 135, с учётом интеграции Новой Москвы. Это много маленьких будет там деталей. Поехали в Кострома. Один полигон, один цифр. Что дальше? У меня как бы клиент в какой-то салон парикматистский, им один цифр для расчётов, что я буду делать. Нужно потом как раз для этих смыслов интегрировать из каждого района, посчитать на каждого, оцифроватом здании, оцифроватом типологии, как раз и вопрос по типологии. Потому что очень интересно, вот, как многих данных есть по оцифроватому зданию, может быть, а типологии этажно, чтобы там посчитать этих элементов, нужно всё это ручное сделать. Вот автомат сейчас, ничего такого не работает, как бы красиво, быстро и удобно. Поэтому команда людей собирает, как бы там считает, так далее, так далее, моделизация, разные подходы, как там малоэтажный коттедж, там многоэтажный, так далее. И дальше интеграют все эти данные в систему. И на этап, как бы, интеграции техданий, в конце концов, можно, в принципе, на район административное деление, но вот район огромный, другой маленький, чего-то мы работаем. Поэтому для этих целей мы рассчитали, вот, на этап моделизации данных, на, опять, этих концептов грид, да. Много маленьких гридов, 5 минут пешком, как бы, здесь по размеру, и туда ссунули все данные, которые у нас есть, то, что мы сами считаем, то, что партнер передается тоже. Сейчас появится, как бы, здесь по городу Москвы, и где-то 72,1 город по московской области, подсчет как раз по 41 тысяч микрозон, у нас там около 263 городов по России, где-то Кирдане есть, еще там куча по западной России, где мы как раз добиваемся этих расчетов. Не очень быстро всегда так идет. Ну вот, данных уже по населению, которое здесь, которое постоянно живет. И дальше мы уже, в очень интересных данных, недавно, где-то летом начали интегрироваться, по активным населениям. Понятно, что здесь у нас все люди живут там, между 4-5 концов, в Москве, допустим, большие там высотки и так далее, а уже есть вопрос там о населении, которое постоянно, ну, которое активно, которые вот люди, которые по работе, где они есть, и как можно эти данные интегрироваться. Вот, так что сейчас в Тирданех также выграю, и здесь видно уже видение по плотности, где вот такое население находится. И этих данных как раз не которые наши финальные клиенты, допустим, берем, так, пример, парагматерский салон, который вот в какой-то спальне района. Это клиентура, тут уже люди, которые там живут, может быть, 90%. Оборот объясняется таким образом. Берем бижутерии, которые в центре города, количество людей, которые там живут вокруг, ну, почти, оборот объясняется только активным населением. Поэтому кому нужен тот уровень данных, тот нужен другие и так далее. Вот, так что здесь там куча данных мы туда создаем тоже по какие-то там разные, как бы там информация по разной точке, которые по сегменту, по там фуд, по, ну, любой, как бы там сегмент, который вот нужно, в котором фантазии построить базу данных. Берем, как бы там, все сайты, парсинг, геокодиром, и вот у нас новые, как бы там, базы данных появимся. Вот, это фудовский, допустим, по Москве и области. Вот, а это уже этап просто визуализации. Вот, и есть просто такой обычный риск, когда мы говорим по вегистовской индустрии, как бы там любитель там, это питнебоза, и среди все таких там, ребята, это просто построить много-много слои, много данных и просто вот слои, 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 слои. А дальше что с этим делать? Ничего. Вот, ну, анализ уже дальше уже, как бы, продумать. Поэтому здесь дальше уже можно построить какой-нибудь там, вот как раз сейчас изохрон будем показать. Сейчас, сейчас, сейчас. На этой точке, какой-то профиль, как бы там, конкретных игроков, зон доступности, вот тут уже коммерческий, как бы там, это вот поставщик по этим вопросам, по минут, как бы там ездить, или по машине, или вот так далее. Вот, с учетом разных сценарий, которые... Большинство, как бы, степеней, вот раз, которые вот обычно на рынке, это анализа дескриптивно, описание, как бы, что вокруг, да? А еще есть, как бы, там, куча, как бы, там, моделей, которые можно уже дойти, как, предиктивно. А что будет, если? Да, вот такие планы. Сейчас я вам покажу, как дескриптивно. Вот, берем какую-нибудь показательную. И вокруг этого точки идет, как вот, один запрос, как это кизохрон, другой запрос к базе Донецка по населению, третий к базе Донецка по активной населению, черты, который сервис, и той, и другой. Получает конкретные зоны, получается, куча и точки интерес, которые здесь уже по какой-то направлении шоппинг, допустим. Вот, баз Донецка уже, как фудовский магазин вокруг, который есть, там, в тимс, логотип и так далее. Все, как бы, показатели, которые можно поменять. И дальше уже расчеты по сколько народ живет вокруг этих там зон, сколько активное население по разные, как бы, поставщики данных, которые там по машинам, по GPS, по мобильным устройствам, которые рассчитают в этих данных. Какой там конкурент вокруг, там, показатель, который рассчитает сам клиент, который даст, как у меня средний человек, средний показатель по бизнесу и так далее. Рассчитается годовой оборот, годовой, там, поток, список конкурентов, там, наличие торговой невежимости, который вокруг, который продается и так далее. И все расчеты дают, как бы, введение на 15-20 секунд, просто точка, сценарий, подотчет. Закончили работу, можно, в принципе, уже ввести, уже там, диалог с этими, как бы, там, предложениями, и уже взять, не взять, или дальше изучать. А всегда, которая что-то нужна после этого сделать, это уже полевые работы дальше. Пойти, проверить на месте, потому что все базы данных, которые используем, все вещи, есть всегда какие-то погрешности, как бы, данных, которые там... Ну, здесь зато это уже построили быстрее. И второй пример я вам покажу. Я назвал Вьетнама. Можно показать по Вьетнаму. Так что, в принципе, очень схожи, как бы, там, работы, которые по, вот этих полигон, которые жилые, которые, потому что данных, которые есть в разных странах, какие-то, вот, панорама улицы, которые можно работать с каждого дома, и считать этажности, и показатели, и типологии, и так далее. В Вьетнам такого нет. Вот. Пришлось по Вьетнам работать только на этих микрозон, которые, ну, по кварталу, так что, режимно, нарушено это все таки дело. Вот. И, в конце концов, если я найду мой город тут... Что-то не быстро тут все идет там. Сейчас. С техникой всегда проблемы. Вот. Если пойти... Вот у нас флешиминтод. Вот. И похоже, имеем, там, свой район, так это внизу, такие же расшеты, по каждому микрокварталу, так далее. И здесь такие, в принципе, расшеты. Берем, что мы хотим открываться в какой-нибудь магазине, там, розын, каждый формат, так это есть, на большом формате. Мы хотим там... А тут интересно, в Вьетнам, что люди, как они вот двигаются. Это мотобайк. Уже другой систем. Вот такой... Интересно, что на тех расшеты, то тип транспорта, такого-то нет. И нужно построить на базе пешеходнее. Мы знаем, что 4 кем отчастка бы идет, а мотобайк 20 кем отчастка, например, нужно просчитать по базе, сколько людей пешком, по отношению к таким-таким. Ну, это уже маленькие идиота. И здесь я покажу, как это выглядит. Если... Мы хотим какой-то сценарий построить. И на этого закончу, чтобы мне время отнимать, как много. Смотрю, если у меня тот правильный профиль по этой стороне. Ну вот, допустим, мы взяли какой-то профиль, конкретный размер магазин, хотим больше, чем X, торговый зал и так далее. И идея будет того, что считать из этого зона, может быть, так, куча людей живут вокруг, а нужно уже дальше уже посчитать, сколько из этих микро-зон, которые 5 минут пешком, какой процент из них могут выбрать по модели вероятности, вот почему там алгоритм, туда уже построим некоторые, чтобы выбрать именно эту концепцию, коммерческий магазин, торговый центр, что угодно, с учет того, что есть наличие у людей других предложений. Поэтому изучаем сценарий номер один, с учет кучи, как бы, там, параметров. И он даст того, что люди живут в зоне больше, там, 50 человек, а которые выбирают эту концепцию, по этой модели, как далеко, как приготавливают базовые вещи, которые по ритейле идут, можно посчитать, что этот концепция заберет, там, столько процентов до рынка, и уже по базе введения для этого клиента, вот средний шек, средний покупок, по шеймосте и так далее, можно считать, что для этого сценария, уже более реальной, как бы, там, прогноза. И вот для первых клиентов, которые мы тут посчитали, которые, вот, начинают работать, мы где-то показали уже по текущему магазину, когда 90% результат по текущему обороту, который у них были. Поэтому тут уже идет дальше калибрация каждого клиента с учетом, откуда идет оборот, каких там параметрах, какие-то данные, активные, кооптивные и так далее. Ну, на базе эти вещи это можно строить, разные модели, дальше уже интегрировать кучу еще новых идей, кучу новых функций, вот, кучу новых, допустим, мы работаем с одного поставщика по данных, по изохрану, а в каких-то странах у них ничего нет. Вот почему, может быть, с Гальтон поработаем по этим странам, чтобы туда включить данных сюда и уже там могли всем обучить вот примерно все, что я хотел вам показать сегодня. Вот, спасибо. Ничего не поняли? Акцент плохой. Я правильно понял, что в этом сервисе загружены сразу все данные, что есть? То есть, не нужно там пропаться в слоях, сразу себе... Да. Ну, это вопрос упрошения процесса, потому что в предыдущей компании, когда я вошел, работал, у меня там 10 человек, там 5 как бы там развитие, типа опрос покупателя, мы тут произвели там куча миллиарданьяк каждый год и куча как бы что производили. А в конце концов, когда нужно будет чего-то показать уже руководству, которые вот могли принять решение, и если расчет как бы неправильно, чтобы возвращаться в конце концов, то есть почему так? Ну, они говорят, я не буду копать свою систему, что я буду вообще так не понимать и так далее. а здесь как бы там идея того, что любой человек не знает как бы там систему, понимает принцип, просто понимаешь принцип, можешь как бы по системе работать и вот тестировать все разные сценарии, которые он может как бы там рассчитать и не терять на это время, потому что вопрос продуктивности. То, что вот раньше этих расчетов нахваток показали, у нас было вот в Сибири год 8-9, и даже когда открыли компанию, вот мы все эти вещи там строили на базу покупка там-там даньях одного дела как бы там других наших даньях, строили матрис расстояния, худшие, хорошо, когда пошли, а у нас как бы там все эти расчеты на одного зон, что-то, это где-то там, если все даньи были, это от пол дня до один день, а если много сценария построить, это будет просто вот, ну, ужасное количество время, которое потратить. Тут уже вышли нам меньше минуты, можно как бы отдыхать чуть-чуть. А все-таки данные вы собираете через партнеров? По-разному, некоторые через партнеры, некоторые сами строим, некоторые они, open data, допустим, берем вот вьетнам кейсы, есть официальные статистики по Вьетнаму до уровня 17 районов, вот такие, какие-то миллион человек, там, там, 500 миллионов человек, а дальше мы сами моделировали, уже по анализу, там, ариофтозьемки, вот и наши ребята, которые там считают, как бы, все показатели, и уже моделируем там сами. Поэтому тут идея такая, что нам нужно искать вопрос продуктивности. Это лучше сделать сами, качественнее, как бы, быстро и дешевле, либо есть партнеры, которые эти вещи сделают классно и качественно и по деньгам финально наш пользователь. В конце концов, когда мы обсуждали вот много лет это вот работа, покупка данных у Телеком-операторов, которые хотели миллиарды на своих данных, которые, типа, у нас золото, мы сидим на золото, вот покупайте на золото. Ребята, хорошо, продайте город Москвы, покупается, а если вот у меня там как бы клиент, у него там все 50 магазинов, или даже если у него там 10 магазинов, никогда в жизни будет тратить деньги, у них марш там 2% оборот, что они будут купить у вас какие-то данных, которые, пока еще непонятно, как использоваться. Это новый бизнес, это новые данные. Поэтому тут, смотря, какие тип данных, какой стоимость, какое качество, какое-то покрытие глобально уже, по-моему, нам уже сейчас интересно такое вещь, как можно найти партнера, которые могут сразу почти все страны покрывать, страны покрывать. А как часто актуализируется эти партнеры? Смотря за источники, допустим, если мы говорим по стат, по России в августе обычно выходят данные по населению, которые там 5-6 августа обычно по зарплатам это выходит обычно в июне, в июле, в августе, а Госкомстат по России федерально, по Мясинске, эти данные они не собираются, и мне интересно. Пришлось нам каждый Госкомстат, каждый бюро послал факс, говорит там, Тамара Ивановна, здравствуйте, мы хотим покупать у вас данные, говорят, у нас запрос идет месяц, подождите, факс послали, можно Телекс, в общем, какие-то, и таким образом это раз в год. А данные по дома, допустим, также раз в год, новый стат вышли, у дома статусом, построишь ли не строишь, и так далее, пересмотрим как раз так новые снимки, и уже обновляем все эти данные. Да. Я правильно понимаю, что в Паркарте открытые данные по городу Москвы и вообще федеральный уровень выкачиваются к себе полностью? Нет, данные, а, открытые данные, то, что порталом? Портал, да. Понимаете, вот на самом деле мы потестировали все эти данные, смотрели, качество обновления этих данных катастрофы. И никто не отвечает, когда мы там пообщаемся с людьми, которые пытались, да. А вы по федеральному уровню либо по Москве? Федеральный, по России. Федеральный. Да, да, да. А московский? В смысле? Потому что за московский да, есть соответственные люди, кто этим уже занимается. Ну, по факту, смотрите, вот есть какие-то много службы, которые у Пендата, там, какие-то города по России, которые уже открыли данных. Это какие-то данных интересные, когда мы смотрим, может быть, лиценз по ресторану по алкоголю, какие-то вещи, да, аптек тоже по лицензам, какие-то вещи, которые можно как-то слият на какой-то источнике. Но потом мы пошли смотреть данных по Министерству здоровья, которые по... Вот, и берем, как бы, источник города Москвы говорит, что вот у меня 8 тысяч аптек, допустим, в базу, допустим, у города Москвы. Мы пошли, посиль, откуда у них данных, пошли смотреть вот на их источники, и он говорит, что у них 12 тысяч. Где этих там 4 тысяч, которые пропали, непонятно. Поговорим там с все здоровья, говорит так, ну, мы не знаем, откуда данных-то появилось. Короче, никто не берет ответственность на этих данных, поэтому на них работать в конце концов и доказать уже финальный пользователь, что этих данных они правильно. У нас некоторые клиенты говорят, что по точке интереса, по магазин, который есть, значит, клиент говорит, у меня лучше данных, чем никого на рынке. Я все уже слежу, там, большие там у них люди, которые всегда в поле, так далее. Говорят, проблем нет. У нас плагин, как бы там синхронизация данных, ставишь тут, все, бриджи, поехали. Иногда просто проще говорить, что мы, наверное, не будем самым качественным источником данных для этого. Другого источника коммерческих хороших нет, ну, берем тогда третий путь. Но главное, всегда нужно дойти до того, что нужно дать авторитетный источник на каждого из параметров. Тут официально пуст, уже как бы там алгоритм, который мы там покажем, докажем и так далее. Проверяем, где вы ваши учреждения на практике. То есть, было такое, что-то построил динозим по совету системы и сравнил потом с тем, что вы будете ставить. получать, что строили магазины. Этот расчет был, допустим, сегодня. По эталону он покажет самый лучший результат. Через лет, когда я работал в торговой недвижимости, мы изучали, допустим, площадку, через 8 лет открыл. Что произошло? Граф дороги поменял, население выросло 6 раз. Допустим, не по России, но по другим странам так и есть. Конкуренты другие, формат бизнес поменял, рамп-стор был крутой, он стал уже отстой. все вещи, которые меняются по миру и получают, что на это время по этим сценариям это лучший вариант. Дальше уже операционный показатель, какой став хороший гипермаркет, хороший директор, хорошие люди. Тут уже, по-моему, руки в этом плане. Мы не можем все считать. Вы не знали вы победили в инвестиционном корпусе? Или там какое-то обещание инвестиции? Обещание пока, да. Поздравляю. Спасибо. И на что вообще эти деньги могли распотрать? На то, не такие большие заместки? Ну, эти деньги, если обещание, ты просто потратишь на операционных как бы здесь. Ну, поэтому сейчас это то, что вот как бы там стратегии, которые выбрали прошлого года строить пилотные города с минимальной разотраты на стороне, на вот новый город, новые страны и так далее, чтобы показать, что мы можем делать и потом уже заставить клиента говорить так, ты хочешь из Вьетнама? Плати за город, за первый город. Второй клиент плати за второй город. Третий, четвертый, пятый, синдикейшн, и все получаются все города и все данные, которые всем нужны. Вот по такой принципу мы тут пошли и строили как бы там многие новые города и сейчас вот деньги, которые мы хотим поднять, пока это там цель и идея и так далее, это для поднимания сельсворкс, вот сейчас первым чередом. Это того, чтобы там взять реселлеры, взять коммерческие там люди, которые будут и по России, и по другим странам продать решение, которое уже работает, уже там пока доказано и пытаться поднять это. Это в первой, а второй част это уже на РД, вот, чтобы и новый функцион придумать, новая интеграция, новые там партнеры, построить уже так новые, более привлекательные как бы там и user experience, потому что много чего еще там нужно доработать, вот, но это уже цель следующего.